Всем привет, дорогие друзья! Я знаю, что вы просто обожаете сленг, поэтому сегодня именно о нем мы и поговорим. Меня зовут Анастасия, это канал Puzzle English. Поехали! Итак, дорогие друзья, сегодня мы поговорим с вами о сленге, внимание, который используется в Британии. Поэтому если вам просто ближе американский акцент, вы больше склонитесь к американскому варианту английского языка, все равно посмотрите это видео. Но сленг используйте осторожно с американцем, потому что не все слова могут быть понятны, некоторые слова могут быть слишком грубые, потому что в Америке немножко другое восприятие даже нецензурной лексики. Они относятся к ним более-менее как мы, когда в Британии вы можете выйти и там... И понеслась! Вот, так что будьте осторожны. Итак, поехали! Первое слово это bollocks. Дословно оно переводится... Блин, на самом деле не очень хочу говорить это слово, поэтому просто погуглите, быстро найдете, как оно переводится. А на сленге оно звучит как просто, ну, фигня, чушь, ну, или чуть поострее. На, к примеру, that's complete bollocks. Да, это полная чушь, что ты мне тут несешь, да? Не надо. Итак, следующее слово. Наверняка вы знаете, точно наверняка, точно вы знаете слово shit, да? Дерьмо. И в Британии очень часто говорят вместо shit, shite, да? То есть это такое, ну, вообще, если я не ошибаюсь, ребят, вот это именно слово произошло из шотландского акцента, shite. Вот, ну, в принципе, распространилось по всей Британии, поэтому можете услышать, как люди его выкрикивают. Знаете, вот даже, кстати говоря, очень часто, если вы смотрите футбол, очень часто можно услышать, как люди орут, you are shite. Так что да, очень такое, ну, мало ли, кто вас достанет там по жизни. Следующее выражение приличное, абсолютно невинное. Bloke, это парень, по сути, это синоним американскому dude, да, чувак, парень. Можете так просто называть людей, которых вы, ну, допустим, не знаете, там, не знаю, yesterday I met this bloke, да, я встретилась с этим парнем, или you know John this bloke from work, да, знаешь, Джона, этого парня с работы. То есть парень, чувак, вот, можете спокойно его использовать. И дальше, в принципе, синоним слову bloke, это mate, да, дружище, чувак, и все на свете, mate вообще используется везде, всегда, особенно в сочетании со словом cheers, cheers mate. Cheers у нас заменяет привет, пока, спасибо, все на свете. Вот, то есть можете даже не париться насчет выучения всяких hi, hey, hello, везде cheers. Не забывайте его говорить, да, потому что мы помним, что британцы, ну, кажутся воспитанными, да, cheers mate. Итак, следующее наше слово это blimey. Blimey тоже, по сути, невинное слово, это как, ну, восклицание при удивлении, да, когда вы очень чему-то удивляетесь. Например, там не видели давно своего одноклассника, увидели, тут он идет по улице, blimey, that's Dima, да, боже, это Dima идет. По сути, это то же самое, как oh my god, blimey, да, то очень такое британское. Следующее выражение bugger roll. Bugger вообще невероятно британское слово, и в американском варианте вообще вы его не встретите, вообще-вообще-вообще-вообще. Вот bugger вообще, по сути, более-менее приличное замену слову fuck. Вот, и bugger roll или fuck all значит nothing at all, то есть вообще ничего, да, нифига или погрубше. Да, к примеру, what have you been doing today, что ты сегодня делал? А, bugger roll, вообще ничего, ни хренушечки я сегодня не делала. Следующее выражение, точнее просто слово, quid. Quid это синоним к слову pounds, да, то есть можете говорить I have twenty pounds или I have twenty quid. Да, у меня двадцать фунтов. Вот, ну я, честно говоря, не знаю, как это на русском, не знаю, там, как это можно перевести. Как мы там говорим? Когда десять рублей или что там, червонец? Вот, у меня двадцать червонц. Следующее очень коротенькое и простое слово, это слово ta, это замена thank you, да, то есть вместо thanks, thank you, вы можете просто говорить ta или cheers, да, как я уже упоминала. Ta mate, cheers mate, да, все абсолютно спокойно можете использовать. И последнее слово на сегодня, очень в тему, так как мы уже прощаемся, это слово tara, то есть bye-bye, тоже сленговое выражение, вот, в принципе, можете его использовать везде, потому что оно совершенно не обидное, просто оно, ну, более неформальное. Tara mates, see you soon, bye! Субтитры сделал DimaTorzok